Сельхозотрасль не вошла в перчень пострадавших от коронавируса. Тем не менее, предприниматели просят краевые власти о мерах поддержки, а именно рассмотрение снижения ставки по единому сельскохозяйственному налогу. Просьбу озвучили на заседании по поддержке экономической стабильности в регионе, где преимущественно речь шла о расширении списка пострадавших отраслей. Основные тезисы далее. Сразу хочется подчеркнуть, что независимо от включения в региональный перечень пострадавших отраслей, все субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право на такие федеральные меры поддержки, как снижение тарифов страховых взносов, скидка по арендной плате в случае невозможности использования имущества, льготное кредитование от ведущих банков. Также независимо от АКВЭД, предприятия могут воспользоваться льготным кредитованием, предоставляемым микрофинансовой организацией Пермского края. Переходим к тем предложениям, которые были нам направлены. В части аренды и управления недвижимым имуществом 68 АКВЭД хочу отметить, что для собственников недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости, АКВЭД 68.20.2, он уже у нас включен, перечень пострадавших отраслей. Дополнительно предлагаем по АКВЭДам 68.2, 68.3 предоставить отсрочку по уплате налога на имущество организации, земельного налога и налога на имущество физлиц. Я об этом как раз в следующем вопросе, как Дмитрий Николаевич сказал, более подробно доложу. Значит, очень внимательно анализировали IT-сферу. Помимо уже действующих льгот по упрощенной системе налогообложения для новых ИП и резидентов технопарков, предлагаем данные АКВЭД действительно включить в региональный перечень пострадавших отраслей, тем самым предоставив им пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, а также перенос сроков уплаты авансовых платежей за первый и второй квартал по налогу на имущество и транспортному налогу для организации, а также налогу на упрощенной системе налогообложения. Много проанализировали и обзоров, и по линии торгово-промышленной палаты, значит, тоже мы обзоры видели. Действительно, очень сильно, значит, рынок заказчика сократился для IT-сферы, потому что достаточно сложные продукты, трудоемкие, дорогие, и у компаний действительно отсутствуют сейчас понятные заказы до конца года. Значит, в отношении розничной торговли в неспециализированных магазинах. Ну, здесь мы понимаем, что торговля продовольственными продуктами не прекращалась. Кроме того, сейчас уже принято решение по работе непродовольственных магазинов площадью не более 400 квадратных метров. При этом хочу отметить, что АКВЭТ 4719 уже входит в федеральный перечень пострадавших отраслей, которым доступны все меры поддержки. Поэтому здесь как бы дополнительных мер, считаем, что пока принимать не надо, будем наблюдать. Не секрет ни для кого со строительной отраслью тоже встречались, и я считаю, что достаточно конструктивно провели совещание, предусмотрев возможность поддержки этой отрасли в части мотивации спроса на жилье, в части возможности участвовать в государственных и краевых программах по расселению ветхого аварийного жилья для предоставления квартир одетым сиротам. Вопросы связаны с предоставлением на торги большего количества земельных участков. Ну и договорились, что с этой отраслью мы будем постоянно в режиме диалога и не реже, чем в расквартал проводить подобного рода совещания. Опять же, понимая, что эта отрасль является локомотивом. Ну и, конечно же, здесь не надо забывать, что прямыми мерами поддержки является возможность авансирования, в том числе по стройкам, при выполнении заказов от государства в рамках того же закона о федеральной контрактной системе. В ней была поддержка действительно крупных собственников, потому что для них как раз налог на имущество является очень критичным. И как раз здесь важен фактор площади у одного собственника. Значит, я там чуть-чуть хочу вас поправить. Значит, у нас все-таки в льготе нет такого, что чтобы ее получить, ты должен быть собственником всего помещения. Значит, у тебя помещение может быть существенно более 5000 квадратных метров, но, значит, мы выявляем как бы собственников, у которых есть хотя бы не менее 5000 метров в одном объекте, понимаем, что это уже существенная налоговая нагрузка по налогу на имущество, значит, и поэтому мы как бы эту меру вот решили просто существующую меру, которая была уже принята в законе ранее, мы ее просто увеличили вот этот процент вычета. То есть это не какая-то новая мера, которую мы с нуля придумали. Для всех остальных, значит, сейчас дополнительно будет действовать отсрочка по всем налогам. Значит, если у них существенно снизилась выручка, то отсрочка может достигать до одного года. Мы знаем количество субъектов, кто, значит, платит единый сельскохозяйственный налог, понимаем, значит, объем затрат, связанных с единым сельскохозяйственным налогом, понимаем, что эти затраты в годовом эквиваленте, значит, в среднем порядка 20 тысяч рублей. Значит, и мы договаривались, значит, что мы как-то более детально, совместно с Минсельхозом проведем, значит, работу по, там, значит, выявлению какой-то адресной дополнительной поддержки в рамках агропромышленного комплекса. Ну, вот, там обнулять, как бы, этот налог, считаем, там, не очень необходимым. Мы с сельхозтоваропроизводителями встречались чуть больше месяца назад. Ну, надо будет еще раз это обсудить, поскольку по мерам, там, поддержки тоже мы говорили про сельхозтоваропроизводителя по субсидии, ну, значит, в рамках, там, пассивной компании, которая у нас фактически успешно завершилась, это тоже актуально. Как раз, может быть, Владимир Юрьевич нам что-то скажет, да, Юшков, он попросил слово. Дело в том, что, понимаете, значит, значит, сельскохозяйственная отрасль, она так или иначе, ну, не вошла в этот список, которые пострадали при коронавирусе. Тем не менее, у нас очень серьезно упала реализация по молочному производству. Дальше слишком серьезно поднялись цены практически с 46 300 по дизельному топливу до 51 тысячи за тонну. То есть ряд вопросов, которые действительно от нас, ну, так сказать, не зависят. Поднимаются цены из-за роста валют на запасные части, себестоимость продуктов питания, непосредственно молока, мяса, хлеба, они непосредственно растут. У нас еще есть ряд сельхозтоваропроизводителей, которые до сих пор не закончили посевную кампанию. А сейчас мы сразу же заходим в заготовку кормов. И все-таки, я бы все-таки обращаюсь к такой целью. Если есть только какая-то возможность рассмотреть, еще раз вернуться к этому вопросу, по снижению единого сельхозналога, я не говорю, что обналять полностью ставку, но хотя бы там, допустим, до одного процента, как это сделано в ряде других регионов, в том числе и в Московской области, то это было бы очень здорово. Спасибо. Владимир Владимирович, давайте мы рассмотрим этот вопрос, проработаем детально, и тогда, Максим Андреевич, мне это доложите, и давайте мы на следующем нашем штабе это тоже рассмотрим. Максим Андреевич знает, мы проводили вместе с ним встречу с представителями культурно-массовых, организаторов культурно-массовых мероприятий, и для них крайне важно потом, когда можно будет организовать концерты, снова возобновить работу. У них нет сотрудников, поскольку они по договорам ГПХ нанимались, но им нужны будут деньги, оборотные средства для оплаты рекламы и для предоплаты части гонорара артистам. Поэтому для них крайне важен доступ к оборотным средствам и вот к этому кредиту. Но у них нет имущества, соответственно, здесь условия – это залог движимого либо недвижимого имущества. Есть ли возможность изменить эти условия именно с этой сферы организации культурно-массовых мероприятий, чтобы они смогли в дальнейшем получить этот кредит? В соответствии с требованиями есть федеральный порядок, в рамках которого мы получаем дополнительную субсидию. Наша финансовая организация руководствуется этими требованиями, это в первую очередь. Ну и во вторую, это соответственно, в любом случае нужно, к сожалению, обеспечение, потому что есть определенные риски, есть резервы, которые мы формируем, и требования Центробанка тоже обязаны выполнять. Поэтому, ну, давайте по существу, то есть когда вот будут уже снятые ограничения, давайте будем по сути рассматривать этот вопрос, исходя из ситуации, и также, наверное, в рамках штаба озвучить вопрос. Тут отдельно надо будет посмотреть по данной группе предпринимателей, какие меры можно предусмотреть. Возникло предложение, значит, не отменяя, безусловно, те группы, которые, значит, показали свою эффективность и работу в предыдущие периоды, значит, создать новые рабочие группы, которые представлены на слайде, именно по отраслевому признаку. То есть мы понимаем, что нам надо, значит, глубоко погружаться в проблемы и возможности каждой конкретной отрасли, это и лесное хозяйство, и IT, и медицина, и агропромышленный комплекс, промышленность, креативная экономика, туризм, хорика, строительство. Значит, мы видим в этих отраслях, во-первых, потенциал для роста, во-вторых, есть определенные проблемы, которые, ну, без нашей работы, без работы в рамках вот этих рабочих групп их будет просто очень тяжело выявить и решить. Значит, ключевой особенностью этих рабочих групп является то, что руководителями данных рабочих групп будут не чиновники, а как раз предприниматели, бизнесмены, лидеры этой отрасли. И уже руководители данных рабочих групп на первом заседании этих рабочих групп сами будут утверждать, значит, состав тех коллег, которые в рамках этой рабочей группы будут работать. Значит, единственное, мы, конечно, просим, чтобы курирующее, значит, курирующее отраслевое министерство, конечно, в этих рабочих группах также присутствовало на правах, там, условно, заместителя этих рабочих групп. Значит, у нас распоряжение сейчас находится в стадии такой высокой степени разработки. Я думаю, на следующей неделе, значит, мы сможем это распоряжение выпустить.